Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первая книга Библии. Бытие. Десятая глава. Пятый стих. Отсих населились острова народов, землю их. Каждый по языку своему, по племенам своим, народах своих. Слово языки это нация. Когда я обратился к Богу, меня этот вопрос интересовало. Сколько же наций знают о Боге? 2896. Четкая цифра была. Сегодня не знает никто. Находят где-то там, ну не больше 200 человек, это тоже язык. Они его теряют, присоединяются к государственному, к тамошнему своему языку. Язычники. Мы языточников. Из всех языков выделяется только один, еврейский. И считается это тот язык, на котором разговаривал Адам. Ну, в какой-то степени, конечно, ассимилируется. Мы знаем из Слова Божия. Когда Дух Святой сошел, и как заговорили на разных языках. И люди считаются языками, язычниками. Не надо это забывать. Я спрашивал, которые относятся подозрительно к евреям. Я говорю, а как вы считаете, Богородица кто по нации? Еще непонятно, русская. А Христос? Ну, тут и спрашивать не надо русский. Вот это наше знание. Будем очень внимательны к этому. Апостол Павел говорит, какое преимущество быть иудеям? Он говорит, во всех отношениях. А особенно к тому, что им верено Слово Божие. Ни одного русского автора здесь нет. Ни одной буквы от нас нет. Это потом переведено. Но мы должны знать, что должны понимать то, что было сказано. Я выражаю то, что могу доказать. В мире существует переводов полностью, допустим, 1700, дальше только который Новый Завет переведен. Там шифры такие даются, они меняются все время. И переведено в 1876 году сенодальный перевод на русский язык. Это самый счастливый день для русского народа. Я в конце закончу словами выдающегося писателя, который не мог сказать, но вплотную подошел к этому. Итак, что такое язык? Откуда идет? От разговора. Как мы умеем говорить? И отсюда определяется нация. Иногда спрашивают. Сейчас такая, ну, неопределенная обстановка. В стране развитие как будто остановилось. Люди ничего не знают из чужого голоса, как, говорит, фейки собирают. На сегодняшний день мы можем сказать, Библия остается в действии. Одно место открыть только. Пророка Исаии, 13 глава. С 12 по 16 стих. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. И мужи даже дороже золота Афирского. То есть особая марка золота была. Никаких примесей нет. И такие будут мужи. Когда, где, в каком государстве? Я отвечаю сразу на вопросы. Ответ. Для чего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваопа. В день пылающего гневу его. Все подвигнется. Мы еще до этого не дошли. Встали утром и как будто не ложились. Все целое. Ночью возвращались с костра. Никто не тронул. Здесь будет все потрясется. И что дальше? Тогда каждый, как преследуемая серна, и как покинутые овцы, обратится к народу своему. И каждый побежит в свою землю. Вот и все. Так что этот вопрос для меня никогда не стоял. Прошу уникнуть в это. Будет время, когда все народы побегут к своему языку. К народу. Как ты не знаешь. Вот я смотрел, у нас в Бапаву впала одна буква. И как будто никто не видит. Мало того, это даже в Библии так написано. Где Бупаю? Мое или мое? И таких слов много, где нужно выделить. Человек считает и не понимает. А что? С какой целью? Я никакой причины не нахожу, кроме одной. Ловить шпионов. Как он хорошо не знает, русский язык никогда не выучить, если букву ее не поставить. Он обязательно ошибется. Ему надо жить в этой стране. У нас в школе не было иностранного языка. Но коснулось, что упрекнули, не знаю. За 6 месяцев Бог дал мне знание немецкого языка. Я у них говорил проповедь в немецком собрании. Но я знаю, что глубже, если взять, то я с немцем задаю вопрос, как вырастить вот это выражение. Они не знают. Существует определенная мера. У нас есть такое выражение, а я без веки говорю. Не играй с огнем. Что, ну, загорится? У них совершенно по-другому. Маленький дитон фанель ванден. Не рисуйте в чертских автостенах. Смысл один. Только более опасно. Не рисуй. Да это еще... Значит, значит, будьте очень внимательны к тому, что мы сейчас будем считать. Речь идет об языке. Кому какая власть дана говорить, где говорить, что говорить. И помнить надо, что за всякое слово придется отвечать перед Богом. Евангелие от Иоанна 12, 48. Для меня это был рубеж. Господь говорит определенно. Слово, которое я с большого выка говорил, оно будет судить вас в последний день. Значит, все мои знания. Законы юриспруденции меня не касаются. Почему? Они не потребуются. У каждого государства есть закон свой. Но в чужую территорию, в чужой монастырь не ходят. А это закон, который дал Бог. Тысячелетия и для всех народов. Полюбите Слово Божие Библию. Я почему призываю к этому? Потому что у православных аховое положение. Библию не знают. И поэтому толпами уходят в еретики. Только услышат что-то. А нам это не сказали. Вот пример один. Я на личном примере говорю. Мне переписывается 84 года адвентистка седьмого дня. Ну, видно, простая такая. Вторая группа зрения. Ну, пишет в каждую клетку. Такой красивый почерк. Я подходила к своему священнику и говорила, Отец Артемий. У меня вопрос. Евангелие. Зачем тебе это? Ты причащаешься? Да. Твори милостыню. Еще я один раз подошла, он ее отрубил. Не надо это тебе. Лежит она книга, поцеловала и иди. А тут вот в дверь прекрасный юноша и красивая девушка. А вы не хотите изучать? Ну, да я вас давно жду. Она еще не знает, куда она попадет. Все, иконы под снос, все ушло где-то. Кто отвечать будет? Если одна душа, Златоуз говорит, по твоей небрежности, О, священник, погибнет, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее. Мы можем где-то что-то сказать, городить, но разгораживать придется. Скольким примером мы не дали возможности полюбить православие. А они на каждом шагу. Кто вчера на костре был, какие были песнопеяния, да слез. Это Господь делает так. И что, сразу, мгновенно все сняли, еще не кончилось костер, а уже люди вопросы задают, по всему интернету пошло. Польза, это не то слово. И они увидели, это красота в православии, да. Считаем дальше. Я скажу только одно, что слово языки встречается в 233 раза. Что бы мы думали в этом? Но помните, нам дан русский язык. В конце я открою вам тайну его. Книга Серахова 28 раз говорит. Об языке, которым мы говорим. В Новом Завете об этом говорится 52 раза. И когда начинают задавать вопрос, вообще не знают. А я ревну ее дело. Написано ревность не по рассуждению. Где можно говорить? Как говорить? О чем говорить? И люди это все увидят. Говорим об языке. Матфея 15, 8, 9. Новый Завет. Приближаются ко мне люди сии устами своими. И чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедями человеческими. Напрасно эти книги. Перебираем. Стоим часы. Все напрасно. 28, 9, притча Соломона. Если человек не вникает в Слово Божие, отвергает, молитва его в мерзость. Да, Господи, мы точно по уставу. Мерзость. Кто отклоняет ухо от слушания Слова Божия. Не то, что ты там где-то на локалство ушел. В каком состоянии был. Определенно, четко, ясно говорится. Кто отвращает ухо от слышания. А у нас так Слово Божие зазолчало, хлопнул дверь, да ушел. Не получится. Это Дух Святой говорит. Книга вся написана Духом Святым. Будьте очень внимательны к этому. Кто бы он ни был, но он читает Библию, замри. Сними головной убор, как Исаак Ньютон говорил. Есть одна книга в мире. Библия. И одна личность Христос. А кто сказал? Мартин Лютер. Так он и православный. Он сказал истину. Кратко, четко. И понятно. Есть одна книга. Все, что считаешь, все, что слышишь, что смотришь, проверяй Библию. Что она говорит по этому вопросу? Знать нужно Слово Божие, как говорится, пять пальцев своих. Дальше. Марка 7, 32-35. Перевели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведший его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему, и плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вдохнул, и сказал ему, Ефафа, то есть отверстие. И чем кончилось? И тотчас отверстие у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. Последние слова. Что Иисус сказал? Какое слово? Ефафа. По-еврейски. По-арамейски, как говорят. А для чего? Везде перевод сделан, переводчики не коснулись этого слова. Слово, как сакральную силу несущее. Ефафа. Сколько нужно сегодня говорить людям? Отверзи им, курузмение, Писание. Что вы читали сегодня утром? Сами проверьте себя. Что читали вчера? Одна душа обратилась в православие из сектантов. Она приняла крещение, она спрашивает. Батюшка, мне бы как-то войти в ваше сообщество с сестрами. Какое сообщество? Ну, мы же перезваниваемся. Она там была у кого-то, у баптистов, или где каждое утро. Сестра, а что ты читала? А что, то есть, дорожка, где она молится, не зарастает. А если видят, заросла, у нее там маленькая, как керейка такая, сразу тревога. Сестра, а ты когда была в последний раз? У нее там лежит Библия. Я в Москве был, рядом с храмом Христа Спасителя, у игумена Сахарова, Кирилла. Мы об этом говорили. И он тоже, видя, как у нас был, посмотрел и себе надписи такие сделал. Я стал смотреть из семи мест в шести ошибки. Я говорю, батюшка, как же так? И он целую проповедь сказал, вот как приехали с Сибири, нам показали. Мы Слово Божие считаем и не видим. Вот у нас здесь написано где, немножко упущено, 16.5, Еремея. И когда приехал первый раз еще епископ, он был Сергий, который сейчас Московского Патриархата, Алтайский, Барнаульский. Он подошел, а где это написано? Я говорю, Владыка, вот тут солнце попадало и его стенло. Никто не обратил внимания. Это тоже о многом говорит. Он сразу подошел и спросил. Кто это сказал? Иеремия. Ну, везде, говорит, для всех кто-то как-то. Кто самый любимый апостол из святых отцов? У меня есть пророков Иеремия. Это единственная книга, которая называется Плач. Плач Иеремии. Есть песня песней Соломона. Это плач. Она рыданием сочится вся книга. Почему? Было время, не слушали. Он умолял. Остановитесь, не делайте, что делали. И наступил момент, они послали его. Вопроси Бога. Мы в Египет уходим. В другую страну спасаться будем. Не спасетесь. Он говорит, я пойду, я вопрошу. Бог ответит, если. Но вы не будете слушать. Послушаем. И он пошел и помолился. И он сказал, никуда из своей страны не уходите. Останьтесь здесь. О, это не Бог тебе сказал. Я знаю, сегодня, что я говорю, это люди скажут некоторые. Отвечать придется перед Богом. С чем это все закончилось? Люди берут с собой. Ну, главное, хоть сухарик взять. Вот когда коллективизация была, богатых всталали. То есть семь семей из Потеряевских погибли. Сослали. А он взял четыре, кажется, булыжника. Видимо, небольшие. Обмазал их глиной. Сохранить. Положил в котомку или в рюкзак и пошел. И до Египта тащил. И все вы видели, вы умеете или нет. Без еды. Откуда силы берется? А зачем ты принес? А их, куда пришли в Египет, им показали. Вот место, где можете разбить свое место. Там эта земля вам дается. На аукцион не выставляется. Берите даром. Вот теперь отдайте лопату. Вот в этом месте будет стоять престол Вавилонского царя, от которого вы убежали. Он наголо разобьет Египте. И в этом месте будет стоять шатер. Я фундамент заложил. Я сегодня закладываю фундамент вам. Кое на что. Не я. Слово Божие. Считаем. Деяние. Вторая глава. С третьего. Ну, немножко. Просчитаем она до конца. Чтобы не утомить вас. Прошу, просчитайте. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение. Ибо каждый слышал их говорящих, его на речи. А рыбаки ни одного языка не знают. И вдруг меня Бог на этом поймал. Потому что я занимался языками. Английский, немецкий, французский, испанский. Тащил за собой. На семи языках занимался перед обращением. Я понял. Труха. Мне ничего не надо. Мне нужно дать Слово Божие, донести до народа. И Бог эту тропу проложил. Спотыкаться будешь, гореть будешь. Будешь верен. И все остальное связал и погреб бросил. Мне Бог это открыл. Попрошу, чтобы Господь коснулся, кто еще это не знает. Заговорить тем языком, который Бог в тебя вложит. Сейчас. Здесь. Не выходя из храма. И все изумлялись и дивились, говоря между собою. Все и говорящие. Не все ли галияне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и Мидяне. И Ламиты. И жители Месопотомии. Иудея и Капотокии. Понта и Асии. Фригия и Памфилия. Игипта и частей Ливии. Принадлежащих Керенеи, пришедшие из Рима, Иудеи и Празелиты. Критяне и Оревитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Потом досчитайте. Глава, подождите. О великих делах Божиих. А как по-другому? Никак. Надо, чтобы люди тебя понимали. Феофан Гуковник об этом говорил. Сегодня, завтра. Но мы должны переводить в Священное Писание, которое в Слове Божьем. Чтобы оно в богослужебных книгах заняло свое место. Рано или поздно мы должны этим заняться. И вдруг революция. Начали уже про перевод делать, богослужение. Революция. Опоздали. Опоздали, можно сказать, на день. А советская власть-то рассуждала очень просто. Это сегодня так. Где ты работаешь? Ну где? Ну где-то что-то, Слов, дома. Тогда не так. Три дня уже уголовное преступление. То есть тунеядис. До трех лет. По-другому было. И в то же время это побуждало людей быть бодрственными. И еще коснемся деяния. В самой концовке. Просчитайте. Три стиха хотя бы. Когда он сказал это, иудеи ушли много споря между собой. Так это нет. Это последнее, считаешь? Нет. Вторая же глава, деяния апостолов, она большая глава. Дома посчитайте. Последняя три стиха. Чем закончилось это? И продавали имение, и всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот чего не хватает. Ежедневно прилагал к церкви. А не так, что Господь сегодня новая секта какая-то образовалась. А их только в одной Америке разных по названию 21 тысяча. Ну, теперь устаревшая, больше. А тогда было одно, этого не было. Будут еретики толковать по-своему, говорить приуратно, чтобы убить за собой 20 глава 29 стих Ильяния апостолов. И Яков, первая глава по 26 стих. Тоже немного прочтем. Об языке больше никто не говорит. Да, послание Якова. Это вторая, так, первая глава. Вот, кажется. Особенно 6 стих выделите. Потом 3.1. Ну, значит, и 3.11 вот не открывается. Братья мои, немногие делаютесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Дальше, дальше. Ибо всем мы много согрешаем. Кто не согрешает слове, тот человек совершенный, совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Ибо и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет коробчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык, огонь, прекрасный неправдный. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляемым от гиены. Не просто так, а вон от гиены. А тот узнал правду там. Мне пришлось только в черный список занести примерно 23 тысячи человек, которые разные ругательства в мой адрес. Мне и сколько это не вредит. Почему? Они выдумывают каждый день что-нибудь придумать. А что у них? А ничего нет. Пустые руки. Ни одна душа не придет. А вы что скажете? Я махну рукой и скажу, вот мои дети стоят. Спрашивая, сколько детей, а сколько еще приедет? А сколько за эти годы было? А те, которые в других странах пришли, почему? Слово Божие. Это не моя заслуга. Семействами многие. Мне один раз пришлось у сектантов говорить. Примерно 450 человек. И в конце их пресс-витер встал и говорит, мы готовы все принять православие. Это, конечно, было необычайное явление. Они не крестят детей. Нескакими праздниками Господь позволил мне показать, что дети рождаются в беззаконе. Защатывая грехи родила мне мать моя. 50-й псалом, 6-й, 7-й стихи. А она сидит с ребенком. В них не крестят. Ребенок рождается во грехах. 7-14, 1-я коринфия. Наши дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Почему святы? Даже Марсиль Лютер говорил, потому что он крещен. Они признают детское крещение. Она встала тут же у них. И говорит, я завтра же его крестить пойду. Почему? Сила Слова Божия. Если он не крещен, первородный грех на нем находится. Беззаконие, зачат, законный брак. Венщины. Во грехе родила мне мать моя. Дальше Евговорит, 14-й, 4. Кто родится чистым? Точка. Не один. Точка. Все. Хорошее доказательство. Выпишитесь в эти места, и когда беседуете с людьми, отвергающими детское крещение, дайте понять. Если они избранные Богом, они не будут противоречить. А который не избран, он что-то знает, он будет свое. Долбите. Главное избрание. Избранные Бог открывает. Они избранные, он только погружается глубже и глубже. Еще. Первое Петра, 3.10. Досчитать эту главу надо будет потом. Тоже большая глава. Язык огонь. Прекраса неправды. Все, все там дальше и говорит. Всякое из числа зверей, птиц покоряется человеку. Язык не покоряется. Научиться молчать. Нельзя, говорят. Учат говорить ребенка 4 года, а молчать 64. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживая язык свой от зла и уста свой от лукавых речей. Все. Та я не знал, мне сказали, я поверил. Нет, ты отвечаешь за то, что ты разбрызгал. Кто всыпал, все равно говорили об этом. Схватились за животы когда. Кто? Не знали состояние своего организма или эти плоды, которые нашли. В котел бросили, при Иллисеи было. Все закричали смерть в котле. И как извлечили? Все равно кто не был, они уже не узнают. Но в интернете стоит это. Дальше. Кремленам. 3 глава с 13 по 14. Гортаньих открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны. Злословия и горечи. Попробуй скажи сегодня. Вы грубо разговариваете по порядку. Снова считаем. Гортаньих открытый гроб. У людей этот открытый гроб. Ничего больше нет. Писание не знают. Ну и не знают. Поэтому слова идут такие. Вот у нас один жил совсем недалеко. Гриша Попков. Его не звали фамилией, а Бога Мать. Он ругался всегда в Бога и в Мать. И все называли его именно этими словами. Был другой, который тоже ругался. Но он не говорил эти слова. Как они печально кончились. Один из них. Просто пример здесь. Нигде-то обкорченный. Мы первый год приехали. Косой косим. Одна корова где-то. Он приехал, копнул, забрал, увез. А почему? А я эти воды тут косил. Я поставил мордушку на рот. Пришел, он в это реха. Я говорю, ты что сделаешь? А ты еще поймаешь. И вот он на лесоповале где-то. Сидит на пеньке, конечно, не бескурел. И падает прямо на него и в лепешку. Все. Уже никого нет. А вы желали? Ничего не желал, но только сильно уж нехорошо. Это зима. А у нас у коровы ничего нет. Вот батюшка мог, не мог, он все больше косил-то. Приехали, забрали и все. У Бога все высчитано. С чем это все закончится? Так. Первое коринфянам. 14 глава. Просто себе запишите. Шестой стих хотя бы прочитать один. 14 глава. Первое коринфянам. Просчитайте. Там говорится о дарах. Какие языки. Толкование. Все. Ну, большая глава. Шестой стих. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Знать языки, конечно, это здорово. И как люди от этого на это отреагируют? Ничем может начаться разговор. Я просто беру пример. Вызвали меня. Ну, заплатили в Америку. И из Финляндии финнер. И начинают стюардессы разносить. А постный день. Я возьми-то и скажи по-английски, что пост. А что же можно? Ну, растительное. Я заметил, они ко всем подходили два раза, ко мне четыре раза. И какая-то земляника замороженная, и грецкие орехи, и кедровые. Они со мной никогда не встретятся. 92-й год. А я все еще держу перед собой. Вот как надо жить. Что дать человеку в этот момент? А если бы нет? Ну, не знал бы, ничего не сказал. Не буду даже маящить, а все. Рядом глухонимая. Я все не пытался показать, что считаю. Да, видимо, все забыл. Я разговаривал с ними. Какая молитва считаешь? Она там берет. Она очень внимательная, любящая Бога. Филиппийцам. Два. Десять, да? Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос слава Богу Отца. Одиннадцатый стих тоже. Для того, чтобы язык Божий отразился в нас. Божьим языком мы называем Евангелие, на все языки переведенные. У меня опыт, которого я еще не встречал, чтобы такой опыт был. Это невозможно. Это Бог делает так. У меня так работа идет. Насчитал 50 томов книг в 90-80-е годы. Накупил всего Тенстон студию. Заработок за месяц. Сторожем только мне отпускали. 72 рубля. А один магитофон Маяк-25. 320. У меня одновременно нужно 12 магитофонов. И вдруг арестовали. Все пропало. Все растерзали. А Господь знает. Куда никто не проникнет. А теперь? А теперь там люди какие сидят. Приспователь твоего группы космонавтов. По одной камере. Я свидетельствую. Каждый день. Каждый день молитва. На этапе. Утром преступники говорят. Сегодня ночью с вами на колени 7 человек становились. Можно мы будем молиться? Там вся тюрьма буквально гудела. А как? Бог делает. Теперь я уже стал смотреть на потерю. Как по милости Божией. Я сильно делал. Любил это делать. И вдруг. Все каталоги мои. Все книги. Все. Конфисковали. Сожгли. Почту сожгли. А почту не просто. Я переплетчик переплетал. Каждый том 650 страниц. Около 100 томов. В обратии. Оглавление сделать надо. Почему? Говорят обоих. У меня люди приходили. Не книги брали какие. А именно письма. И они говорят как сожгли. Но я не верю в это. Музеи раздали. Я к чему говорю? Если они там начинают считать. А у меня там все божественное было. Значит, жди. Жди результата. Так. Откровение. Восемь раз говорит об этом. И сами мы просчитали. Немного скажу. Мы должны считать Слово Божие. Если к чему-то мы не привыкли. Надо спросить. А как это? Вот к нам, если Господь благословит. Приезжает алтайский барнаульский митрополит. Сергий Фомилиев Иванников. До этого был. И как его Максим Дмитриев кажется. Отношения были очень неправильные. Натравливали людей. Прямо натравливали. Я в лагерь объявляю. Посылают семинаристов. И они соскапливали наше объявление. Или писали ересь. Ну какой ересь? Детский лагерь. А этот приехал. Сразу направил. Все как есть. И последний, кажется, раз в прошлом году здесь было. За столом сидели. Я говорю. Владимир, а он за столом сидит там в конце. У батюшки. Где икона. Он говорит. Ждет. Но меня показывает пальцем. А что ждет? Чтобы благословил. Ну, а он говорит. Я не слышал мне передать. Ну, он говорит. Сейчас всем достанется. А больше всего мне о себе говорит. Ну, это разве скажет так человек нерасположенный? Он очень расположен. И вот при нем. Вот кто в храме хозяин? Когда Господь выгнал бичами. Бичами в веревке сплел. Ну, говорят, ремонт был, как Голодков описывает. Кто хозяин? Бог и священник, который отвечает за храм. Больше никто. Приехал архиерей. Он берет на себя ответственность за то, что здесь делается. Это такой закон. А если их нету? Если их нету, значит, через братьев, там, старост, таково Господь. У нас порядок соблюдается. Слава Богу. Мне задают. Вот если женщина в брюках вы угодите, не выводим. А почему? Да не спускаю. Как я выводить буду? Ей вынесут юбку, там, что надо. У нас приехал прокурор, со следователем. Мы ее вынесли, мы не наделись. Прекрасно выглядит. Итак, приезжает нам архиерей, митрополит. И мы снимки ведем. Уже когда дорога идет, как он заходит сюда, никогда, нигде не скажет нельзя. Я чтец, имею право заходить в алтарь. Я захожу в алтарь и там снимаю. Он только один раз переспросил, когда пришли и снимают двое. Он говорит, а почему двое? Я говорю, один фотоаппарат. О, тогда понятно. И вот мы беседуем с ним. Он позвонил мне, что я пришел. Встречаемся у него. И беседа затянулась. Я говорил, после дома посмотрел запись. Один час и восемь минут. Один час и восемь минут. Он слова не ставил. То священник сидит, то... Я говорю, Владыка, ну вы-то хоть что-то скажите мне. Дословно. Золотые слова. Игнатий, не умолкайте. До времени, когда Господь отзовет вас к себе. И вот прощенное воскресенье. 37 священников, примерно сказать. Каждому подходишь, благословляет. Ну а он первый стоит. У нас съемка идет. Напротив его только подошли. Он руки вскидывает. Крест в руки. Он меня крестом, оказывается, притягивает, благословляет и силует. Это не наигранно. Он не один раз нашим именем священников побуждал большим. Вот смотрите, мы приходим на Иордань. Люди Евангелие раздают. Почему вы это не делаете? Им говорит. А наш человек как-то рядом был. И слышал, он там разум раздает. Священникам-то. Вы дождете, что никого не будет здесь. Почему, показывает, называет меня по имени. Почему они идут везде, а вы не идете? Нам нужно задуматься об этом. А задуматься есть о чем. Вот мне передали, что будто бы здесь запретили снимать. И может быть, не так было сказано. Простите тогда так. Не надо это делать. Вот приезжает Масленников. Он снимает в алтаре патриарха. А старого покроя священники-то. Некоторые стали говорить. Ну что тут? Алтар тут при счастье готовят. Тут патриарх Алексей Второй, или Диггер, по миле, он говорит, не трошки. Это наша история. И все сразу отошли. Это наша история. Ничего плохого в этом нет. У нас тут была престарелая сестра, царство и небесное. И она как только увидит, снимает, она говорит, сатана, сатана. А когда на улицу вышли, стоят молодежь, сестренки маленькие. Я подошел и говорю, сестра дорогая. Назвала ее по имени и отчеству Сарафима Гаврииловна. Стал так, чтобы видно было крест. Вот молодежи-то скажите слово. Вас не будет, они будут упоминать. Она все забыла и стала говорить. Мы все это засняли, осталось это как на память. Видите, как они в Володу, но ничего и не было. Ну неплохое же это дело-то. Притом это что у нас в Барнауле, там сестра Елена, она записывает. Я не знаю, как это делается, прямым эфиром сразу уходит. Я только прихожу домой, гляжу, уже ролик стоит. И сколько людей через это новых пришло. Нам есть что показать, какой порядок, тишина, не торговли нету, не хождения. Ну доброе дело. А вот он там называет священник. Он говорит, поет, повернули один, там торговля идет и прочее. Если торговля идет, то действительно не приживется. А зачем она нужна копейки? Там не просто так. Машину, если освещают, от одного до полутора процентов стоимости машины. Прикинь, машины-то есть не сто рублей стоят. Итак, кто может говорить? Жена доучится в безмолвии и учить жене, не позволяя не властвовать над мужем. Она не замужняя. Дальше слушай. Но если желает спросить, спрашивай дома. Дома. До дома дойди. Даже вот идти, жена, ведь, должен ей еще раз напомнить. Дома дойдем, тогда так. Так это как так? Ну вот книга лежит. Вы знаете, где это написано? Пятая, седьмая глава первого послания к Коринфянам. Мы должны быть очень и весьма внимательны. Ко мне приехала сестра одна, она с еговистами, знаете, сама казашка. Она была здесь, Рахиль Загидулина. Очень хорошая. И она обратилась. Обратилась, вот мой духовный отец, обратилась. Жена ее, Рахиль назвали теперь. Дочь там Руфь. Там сын Марк. Ну, все имена библейские. Одиннадцать человек пришел только через нее. И она приехала. Я говорю, значит, я же говорю летом. А если умрете до лета, мы не встретимся. Ну, мы стали только в храме, там, в женский монастырь. Сразу женщины, главное, торговля, подошли снимать цены. А торговля-то идет. Сразу закрывают. Нельзя. Я говорю, а что делать, что было? Можно, я знаю, что. Надо настоятеля там заплатить, тогда можно снимать. Речь идет только о вамовании. Я говорю, зачем мне это? Я говорю, поехали, я говорю, в епархию. Приехали. И в епархии стали говорить о Владыке Сергеевне. Что так и запретили, запретили. Да скажите, что я разрешаю везде все снимать. Теперь это нам открыло дверь, и куда мы пойдем? Владыка сказал сразу, только один священник воспротивился. Знаете, вы меня не снимаете. Меня с работу убедили. Да что, видите, я опять выпивший пришел. Ну, это все трезвые. Владыка, он боится за РНМ свое потерять. Хороший человек, батюшка, понравился. А я вышел, они говорят, и что? Мы же не могли его спрятать. Он хотел сказать запретить. Я говорю, Владыка, он сразу попятился. Владыка. И когда у нас была Владыка, здесь вы обратите внимание. У нас вот тут стоят девушки маленькие, ну девчата. И у нас фотографы не какие-то, а имеющие победные грамоты на международных киноконкурсах. РИО Новости, Российское информационное агентство. По разрешению приезжают. Он на одно колено становится и всех снимает. Снимки сохранились. Сколько этих снимков. Понимаете, ненависть поглощает все. Вот крещение. А крещение выпустили брошюру. По благословению святейшего патриарха. Все как надо. Она разворачивается, брошюра небольшая. А тут корочки на две стороны. Одна. Отец Аким ходит, крестит. И написано, Игнатий Душининов, это автор. Он то ли и романах, то ли и гумен. А это клочки. Такая деревня здесь есть. Ребриховского района, Алтайского края. И кто-то ему подошел, а с Чернодара отец Игорь там. Люто ненавидеть нас. Просто люто. Я скажу как. Это запомнить надо, молиться о нем. Он Спиридонов сейчас называется. И он стоит там, и кто-то подошел. Батюшка, а тут по вашему благословению мы брошюры продаем, а не с наценкой. Ну, сказал продавать. Проверено, все благословение. Так, а там фотография, а тут вот батюшка стоит с потерявкой. Да вы что? Убрать, ликвидировать все. Это что? И благословение потерялся все в печь. Потому что он увидел, что это у них крестик. Убрать. И наша сестра туда переехала. Когда-то она там жила. Нина Александровна Жолнирова. Ну и все нормально. Она такая приятная женщина. Все. Она обратилась, сходила в университет. И кто-то ей сказал, что она знает соснами. Он ей запретил в храм ходить. И она стояла на улице, в морозы, 7 лет. Валенки стоят, до земли протаивали. И она говорила здесь с владыкой, и все. Она говорит, как я отрекусь, я там причащаюсь. Через него я пришла к Богу. Не надо никаких. Наконец до патриарха дошло, и там бряхнули как. И вот я начал все. Сидим мы за столом. Я говорю, владыка, ну хорошо, батюшка так принимает. И вы радостные такие. А можем мы прощаться с вами, как апостолы? А как? Я открываю эту главу, и смотрите как. Преклонили колени с ним. И кланяются не колесам вашего лимузина, а вам. И падали на шею и целовали. Прощаясь. А почему нет? Я сразу говорю, две палатки военные. Быстренько туда, где мой скворечник, на поляне. И когда он вышел, и пошли туда. И все это снимается, с ним священник, батюшка, отец Иаким. Сняли. Теперь я ему говорю, владыка, вот этот снимок, все, я пошлю в патриарху. А зачем? Я говорю, молва идет, что вас хотят убрать. Тот-то разрушил все с властями. Тут был Карлин главный, глава Всеволтайского края. Губернатор. Да. Ну а как же быть-то? Ну если это губернатор, надо его слушаться. Они поставили условия, уберите этого епископа. Так его уберут или не уберут? Не знаю. Они составили три, кажется, благочинных и прислали ко мне на дом. Вот рассказываю, запомните, это молитва все будет, Даша. Язык. Как? Почему? Владыка, вот я расположен в стадах, которые был Дмитриев, Максим, а сказал, это только Игнатий может сделать. То есть пойти и заявить протест, что каждый хочет сделать комиссию верующих, которая помогала бы ему. И в комиссию войдут все верующие. Много, мало ли. Ну а православные забунтовали. А давайте только те, которые раньше были. Иудеи, там, мусульмане. Вот эти будут. А остальные нам зачем нужны? Я говорю, перед законом не так будет. А как? Вот приставь благочинные, а образования кое-где не хватает. Я говорю, знаете что? Современный патриарх и президент в хороших отношениях. Правильно. А в этот, которого поставили, когда тот погиб, вы знаете, в аварии это был, сатириком был. И после того, и этого не избирали, а президент его поставил. Он вставник президента. Давайте все рассудим. И теперь, вас считают православные, большинство православных, а один только армянский, встал и говорил, насколько-то у меня один храм, все ситои репсими, а православных-то сотни здесь. Да мы никто здесь. Зачем нам поднимать голос против православия-то? Я говорю, а вы вот что сделаете. Завтра поставьте в известность губернатора. Мы отказываемся быть в этом совете. А без этого совета, и он проживет. А вас там нет, а остальные ему не нужны. Да вы что, они там трубку сразу. Владыка, тут такой потенциал. Да ничего нет, я только сказал. Не надо. Они хотели везде проехать, евреев уговорить, мусульман. Мы подадим петицию, чтобы тех выбросили. Он не выбросит. Потому что тот, который был губернатор, он высокого уровня юрист. И поэтому пойти против закона он не пойдет. Я говорю, соедините. Не пойдет против закона. А закон это президент. Ничего нет. Нас завтра не сказали. Но у меня знакомая, которая капитой теологии там занималась. Она говорит, губернатор отказался. Я говорю, больше еще не надо. Вы маленько раскиньте. И никого бы не обидели. Никого не оттолкнули. Мы сами в совет не пойдем. Просто надо рассуждать. Так, я прошу вас, будьте очень внимательны. Вот когда батюшка бывает здесь, один бывает, он еще как-то скажет. Ну, ясно дело, если не крещеные, до оглашенной изыдите они выходят. Там на кресле с миром изыдим. Они в это время выходят. Батюшка никогда не запрещал этим людям. Но когда его нету, мы совершенно свободны в этом вопросе. Потому что это все наши братья. Кто-то приехал креститься. Большинство уже здесь крещеные, которые... И все это на пользу дела. Так что кто-то, если вам и запрещал... Ну, мы все же ошибаемся где-то. И при том, не на плохое. Человек-то в мыслях имел хорошее. И так, с этой позиции, потому что у нас язык, чтобы выйти отсюда, не стал говорить. Да вот человек, кто сказал по ревности. Она заботится, это душа о храме. И, может, кто-то смущается. В это время съемка идет. Я, как староста, могу сказать, ни разу, нигде не помешало то, что снимали. У нас огромный материал. Вот сейчас, вот, примерно, в пятницу, у нас приедут, то есть, из Франции еще будут люди. В пятницу будет экзамен тем, кто готовится к окрещению. И привезут четырехтомник, о котором мы умолились. Четырехтомник моей книги, четыре тома с этими, с фотографиями, каждый том тысячи страниц. Это вообще надо убедить будет. Но, пока типографию все еще не приготовила, действие только. Я говорю, один спрячьте, барнов на девять, сюда. То есть, кое-кому, чтобы дать показать. Называется «Проповеди в стихах», стихотворной форме. Я вот говорю, проза одна, а тут стихи. Стих, и он выражает, напротив каждой строчки, 36 строчек каждого стихотворения. 36 раз указывается, откуда мысль взята, как глава стих. Такого никогда в мире не было. Люди видят, что это Бог делает. Это делает Господь. Так, об языке язычников много. Нас Бог избрал, и мы всеми Авраамовы поверим. И язык нам дан для того, чтобы Бога славить. Я вспоминаю, которые люди приезжали, я от каждого чему-то научился. Особенно фотограф, которого в алтаре там пытались. Приехал у нас на Никите на 147. Своя квартира была. Мы сначала там шло богослужение. И как-то проходишь в большой комнат, а там маленький. Сделали алтарек. И в это время приезжает владыка наш, и в тихие курочки, и меня рукополагают чтецы официально. А до этого, до этого я говорил проповедь, но только в трапезной. Столы опрокидывали, стол на стол. Ну, кто был, раньше они знают. Я в храме ни разу не говорил. А тут сразу при архиереи. И он тоже неоднократно просил нашей архиереи, скажите проповедь. Я и не проповедник как таковой-то, потому что я не учился. У меня нет там начала. Конец, видишь, я скачу с одного события на другое, чтобы было как-то более-менее понятно. И прошу меня простить, если я кого-то задел. Богу нашему слава за то, что много разных языков, и каждый побежит к своему народу. Аминь. Аминь.